Кошмар на улице Вязов. Да, на этих фильмах выросло не одно поколение. Это легендарная кинофраншиза, созданная режиссёром Уассом Крэйвеном. Фильмы со своей не то что пугающей, а интересной историей. Фредди Крюгер является вдохновлением для многих режиссёров и сценаристов. Но в игровой индустрии почему-то к нему отнеслись достаточно холодно. Ребята, здорово всем! Вы на канале SGM Street, с вами Рауль. В этом видео я вам расскажу, почему так и не была издана полноценная игра о Nathemory on Elm Street, а также разберём все игры, где появлялся Фредди Крюгер. Давайте сначала вспомним, или те, кто не знакомы со вселенной Кошмара на улице Вязов, пусть послушают и ознакомятся, как говорится, а затем уже перейдём к играм. Не смею больше сдерживать по оригинале. Кошмар на улице Вязов. Или же как в оригинале, о Nathemory on Elm Street. Это американская медиафраншиза, основанная на одноимённом фильме-слэшере 1984 года, созданном режиссёром и сценаристом Уэсом Крэйвеном. Киновселенная насчитывает 9 фильмов, 2 телевизионных шоу, серию документальных фильмов, книг и комиксов. Сюжет построен вокруг Фредди Крюгера, призрачного манико-убийцы, в исполнении Роберта Инглунда. Крюгер является своим жертвом во снах. Он убивает подростков, живущих в вымышленном городе Спрингуд. В качестве мотива убийцы используют месть родителям этих детей, устроивших самосуд над ним много лет назад. Первый фильм вышел в 1984 году, после чего последовала серия сиквелов, снятых независимой компанией New Line Cinema. Боссы студии считают, что именно успех первого фильма спас компанию от банкротства и помог выбиться в ведущие кинокомпании Голливуда. Картины получали смешанные отзывы, но были коммерчески успешными. Серия «Кошмар на улице Вязов» является третьей по величине общих кассов сбора в хоррор-франшизе. С 1988 по 1990 в эфир выходил телесериал «Кошмар Фредди». Всего снято 44 эпизода. Затем последовало 12 отдельных художественных романов, не считая новолизации фильмов. Несколько серий комиксов от издательства Marl Comics, Avatar Press и Wild Storm, а также фильм-кроссовер «Фредди против Джейсона», где состоялась битва Крюгера с Джейсоном Вурхизом из другой хоррор-франшизы «Пятница 13». Вроде бы всё уже было, всё шло по маслу, но с играми была какая-то беда. Как уже я сказал ранее, медиафраншиза насчитывает 9 фильмов. Оригинал, «Кошмар на улице Вязов», вторая часть «Месь Фредди», третья «Воины сна», четвёртая «Повелитель сна», пятая «Дитя сна», шестая «Фредди мёртв», седьмая «Новый кошмар». Эти 7 фильмов являются сиквелами. Затем идёт фильм-кроссовер «Фредди против Джейсона», а после самый последний фильм на сегодняшний день, «Кошмар на улице Вязов» образца 2010 года, или же ремейк. Особое внимание обратим на ремейк 2010 года от продюсера Майкла Беа, ведь она является поворотной. «Кошмар на улице Вязов» образца 2010 года был снят режиссёром Сэмилиум Беером по сценарию Эрика Хейсерера и Уэльса Стрико. Это ремейк одноимённого фильма 1984 года и перезапуск франшизы. Девятый фильм в серии. В качестве продюсера фильма выступил Майкл Бэй, Эндрю Форум и Брэд Фюллер для компании «Платинум Дюнс». Роль Фредди Кругера исполнил Джеки Эрл Хейли, а Нэнси Холбус сыграла актриса Ронни Мара. Премьера фильма состоялась 27 апреля 2010 года в Голливуде, а 30 апреля картина вышла в прокат. Премьера в России состоялась 6 мая того же года. Картина получила в основном негативные отзывы критиков и зрителей, но стала кассовым хитом в премьерные выходные, собравшиеся 3 миллиона долларов в США и 117 миллионов по всему миру. Фильм стал самым кассовым во всей франшизе. Особое внимание данному ремейку я уделил не просто так. Ведь следующие последние две игры, где появится Фредди, использовали его образ именно с данного фильма. Вообще, честно говоря, не понимаю, почему новый образ Фредди Кругера не понравился многим в 2010. Вот сейчас покажу вам фрагмент для сравнения из оригинального фильма и ремейка. Ну какой из них лучший и напрягающий? Да, может быть в далёком 1984 году этот образ пугал зрителей, но в современное время это не работает. А ремейк 2010-го справляется с этим на ура. Ведь это фильм ужасов, а не комедия. Думаю, вообще ремейк опередил своё время. Вышла бы данная картина сейчас, у фанатов были бы другие впечатления. Только сейчас люди смотря понимают и хорошо оценивают данный ремейк. Попытки создать качественную игру про Фредди Кругера предпринимались ещё в конце 80-х годов. Monarch Software в 89-м году на DOS, а в 90-м году на NES издала игру Anate Marie on Elm Street. Она также была портирована на пиратские картриджи, но особой популярностью у геймеров в СНГ не пользовалась. На мой взгляд, это 8-битная игра с неплохими музыкальными темами. Микс Дракула, Брим Штокер и The Addams Family. В Anate Marie on Elm Street, как и в вышеназванных бразилках, неоднократно придётся бегать по одним и тем же локациям. Искать ключи, играть в двух временных периодах. В реальном мире и в мире снов. В последнем враги становятся практически неуязвимыми. Расправиться с ними не так-то просто. В Anate Marie on Elm Street нет таймера. Игрок не знает, через сколько минут погрузится в мир пугающих иллюзий. Ото сна спасают чашки кофе, которые разбросаны по уровням. Чем больше 8-битный кофе выпьет игрок, тем больше не будет спать. В мире грёз чашки кофе превращаются в старенькие магнитолы. Их необходимо включить, чтобы вернуться в реальность, где уровень сложности не такой запредельный. Графикой игра не блещет. Уровни повторяются, как и враги, которых очень много. Поэтому без заучивания таймингов её не пройти. В Anate Marie on Elm Street есть и 8-битная считаловка. Раз-два, Фредди ждёт тебя. Она предупреждает о том, что в ближайшие 20 секунд игрока ждёт встреча с Крюгером. За это короткое время ему даёт шанс найти значок «Воины сна», благодаря которому герой превоплощается в нидзю или мага, стреляющего во врагов. Когда считаловка заканчивается, игрок попадает в локацию к Фредди Крюгеру, с которым нужно сражаться. И снова тайминги. Заучивай, погибай, возвращайся к началу и так по кругу. Беда в том, что ты не видишь своих хп и хп врага. Приходится сражаться наугад. Наш герой погибает после 3-4 ударов. Крюгеру необходимо нанести их гораздо больше. Кроме него на каждом уровне есть боссы. Голова Снэйк из 3-й части Кошмара на улице Вяза Войны Сна. Легендарная перчатка, которая внешне напоминает руки-шарики из 1-го уровня Battle Toots and Double Dragons. Фредди Привидение и Фредди Дракула в образе летучей мыши. А Нейтмари Он Элм Стрит создана по сюжету 3-4 части кинофраншизы. Задача в игре простая. Нужно из точки А попасть в точку Б. Попутно собирая косточки злодея, который позже игрок сжигает в бойлерной средней школы Спрингфилда. В целом игра получилась неплохой. Хотя и не тянет на 8-битный шедевр из-за скудной графики, однообразного геймплея. Безусловно, есть фанаты, которые готовы перепроходить Анейт Мирион Элм Стрит на спор, устанавливая новые рекорды. Поэтому в узких кругах эта игра до тех пор пользуется популярностью. На eBay её продают за 79 долларов, а на Amazon за 119 долларов. В наше время также предпринимались попытки вернуть Фредди Крюгера в крупные игровые проекты. В качестве гостевого персонажа он появится в Mortal Kombat 9. У Фредди есть своя история, своя концовка. Достаточно сыграть в одну из башен, чтобы узнать, почему антагонист Кошмар на улице Вязов решил принять участие в смертельной битве. 22 июля 2011 года стало известно, что Крюгер будет добавлен в Mortal Kombat 9 в качестве загружаемого DLC персонажа. Внешне Крюгер похож на себя в ремейке 2010 года. Единственным нововведением во внешности стало, что у Фредди две перчатки, а не одна. Как и другие персонажи, в арсенале Фредди есть множество приёмов. X-Ray, 2 Fatality и своя концовка в режиме аркада. История Фредди Крюгера в Mortal Kombat 9 описана так. Злой дух царства снов Фредди Крюгера ходится за душами живых, пока они спят. Когда Шао Кан начал красть души земного царства, который Фредди считал своими собственными, Фредди сразился с императором в мире снов. Но воля Шао Кана была слишком сильна. Он вытащил Фредди в реальный мир, где тот был смертным, и победил его. Сильно раненый, но всё ещё непоколебимый Фредди надел на свои руки две демонические усиленные перчатки с лезвиями. Как только Крюгер убьёт Шао Кана, он вернётся в мир снов, где будет мучить души жителей улицы Вязов Вечно. Следующее появление Фредди Крюгера пришло ждать целых 6 лет. В 2017 году в игре Dead by Daylight Фредди Крюгер получил прозвище Кошмар и поставлялся с DLC главой 6 Кошмар на улице Вязов. Он основан на ремейке культового слэшера 2010 года. Согласно преданиям Dead by Daylight, Фредди вернулся в Спрингуд после нападения и убийства разъяренных родителей и продолжал терроризировать Квентина во сне. Сущность увела их обоих в погоню. Как убийца, у Фредди один из самых сложных механик в мёртвой предневном свете. Он может пассивно усыплять выживающих, ставить ловушки, телепортироваться к целям и даже избегать оглушений от подданных. Кстати, отмечу, что в игре имеется локация городка Спрингуд из фильма. Как и другие убийцы в Dead by Daylight, Фредди имеет две основные способности и три уникальных перка, которые в конечном итоге можно разблокировать для всех остальных персонажей. Он может использовать свои способности Демона Грёз, чтобы оставаться незаметным и расставлять ловушки для ничего не подозревающих выживающих. А также он может использовать свою фирменную перчатку с когтями в качестве основного оружия. Его способности можно улучшить с помощью десятков дополнительных предметов его Блудвэб. Фредди, или же как его называют в игре Кошмар, считается убийцей высокой сложности, с которым новичкам может быть трудно освоиться. И он является одним из самых страшных убийц, с которыми можно играть в Dead by Daylight. За его способность подкрадываться к игрокам. Вот всё, что игроки должны знать о способностях и стратегиях Фредди Крюгера для эффективной игры за него в Dead by Daylight. К сожалению, полноценной игры по мотивам кинофраншизы так и не появилось. Казалось бы, в 21 веке можно было бы создать отличный слэшер с качественной графикой и детально проработанным миром. Я бы поиграл в Nathemary on Elm Street в VR очках, но не судьба. На просторах интернета я пытался найти ответ на вопрос, почему никто не издает игру о Nathemary on Elm Street. Увы, никто из издателей не высказывается по этой теме. Поэтому осмелюсь сделать несколько предположений. Возможно, всё дело в авторских правах. New Line Cinema либо не хочет их продавать, либо выставляет слишком неадекватный ценник. Вторая причина – отсутствие талантливого сценариста, который детально проработает игровой мир нового кошмара. Сюжет должен стать ядром, вокруг которого вращается музыка, графика, эффекты и т.д. Возможно, издатели понимают, что не смогут бережно перенести наследие Уэса Крейвена в игровую вселенную, поэтому не рискует браться за столь амбициозный проект. Возможно, Крейвен был против создания полноценной игры, поэтому издатели обходили эту тему стороной. Официально подтверждение этой версии я нигде не нашёл. И последнее предположение – игры по мотивам кошмара на улице Вязов не издают из-за того, что молодёжь утратила всякий интерес к Фредди Крюгеру. Он впал в забвение из-за сумерек, игры в кальмара, астрал и заклятия. Места кошмара в молодёжной субкультуре не осталось. Следовательно, никто не издаёт игру по мотивам кинофраншизы. Выпускать для олдскул геймеров полноценный ААА проект слишком дорогостоящие удовольствия. Ну что ж, мои дорогие, заключение, да-да. Нам остаётся просто довольствоваться, что у нас есть, что мы имеем. Самым хорошим вариантом является Dead by Daylight с её DLC-шкой А на этом мире он Элм-стрит, потому что именно это полноценное DLC-шка повествует о всём этом деле, о Фредди Крюгере, о вселенной. Как уже я сказал ранее, там даже имеется своя локация, Спрингвуд, так что это отличный вариант. Также можете там прийти после работы, выбрать Фредди Крюгера в Mortal Kombat 9 и начать драться, скидывать стресс за Фредди. Ладно, ребята, надеюсь, это видео вам понравилось. Если да, то ставьте обязательно пальцы вверх, вам не сложно, а мне приятно. Пишите комментарии. А с вами был Рауль, вы были на канале S-Game Street. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok